Здравствуйте, меня зовут Александра Шудейко, я преподаватель английского языка в LingvaLand. Перед тем, как стать сотрудником LingvaLand, в течение трёх лет я работала преподавателем и методистом в Центре языковой подготовки Cambridge English в Лауси, это регион на юге Испании. Перед этим я окончила магистратуру в Шотландии, университете Сент-Эндрюс, и по программе обмена училась ещё год на севере Италии в университете города Бергамо. До этого я преподавала пять лет в университете и два года работала учителем иностранного языка в школе здесь, в Минске. То есть мой путь к преподаванию в LingvaLand не самый прямой, особенно с точки зрения географии. Александра замечательный учитель, нравится абсолютно всё, нравится то, что очень интересно проходит занятие, динамично, очень много даёт материала в использовании, каких-то игры, какие-то интересные такие задания. Ну, нравится всё, буквально всё. Александра очень тактичный преподаватель, наверное, максимально конкретный. И мне нравится в Александре то, что весь материал доходит в развернутом виде. То есть его понимание конкретно на занятии максимальное, ну то есть как это возможно. Она очень-очень тактичная, очень внимательная, очень такая, ну да, внимательная. Она каждую мелочь заметит. Если нас там сидело пятеро-четверо, она услышит каждого, хотя мы говорим хором. Вот мне очень нравится в ней внимательность. Больше всего мне нравится возможность общаться с очень разными людьми. И тот эмоциональный контакт, который устанавливается на занятиях, когда ты делишься чем-то, идеями, любовью к преподаваемому предмету, знаниями, и чувствуешь, что люди делятся с тобой в ответ. Но ещё мне очень нравится то, что не бывает одинаковых занятий, точно так же, как не бывает одинаковых групп или студентов. Нету такой, знаете, обстановки как будто в учебном классе. Всё очень непринуждённо, всё очень так как-то живо, скоро. Никогда не чувствуешь никакого давления, ну ничего такого. На занятиях мне нравится полностью контакт с преподавателем и непосредственно подача. Больше нравятся игры, картинки, когда мы разбираем какие-то вещи в играх. Ну, то есть непосредственно там в парах, либо с преподавателем мы взаимодействуем с помощью предметов каких-то. Это нравится больше всего. Учитель хороший и, в общем-то, прогресс есть, чувствую. С точки зрения студента, мне кажется, самое главное — это мотивация. Причём как на начальных уровнях, когда кажется, что на тебя обрушивается поток новой информации, огромный, и ты в нём теряешься, так и на более продвинутых, когда ты уже знаешь много, и поэтому сложнее почувствовать прогресс. Мне кажется, мотивация. Если подходить к вопросу с практической точки зрения, то я считаю, на самом деле, что знание любого языка иностранного даёт нам очень большую информационную свободу. То есть мы получаем доступ к огромному количеству новых источников информации, которые не зависят от знания или незнания языка, то есть не связаны с нашим родным языком. В этом плане на сегодняшний день, по крайней мере, английский, пожалуй, даёт нам наибольшее количество ресурсов. Если говорить с точки зрения методики, то я придерживаюсь мнения, что лучше всего усваиваются знания, добытые самостоятельно и в процессе исследования. То есть я стараюсь не давать готовых ответов на занятиях. Мне кажется, гораздо интереснее и эффективнее создавать ситуации, в которых бы студенты, будь то дети или взрослые, основываясь на контексте, отталкиваясь от примеров, и направляемые вопросами преподавателя сами могли бы, допустим, догадаться о значении незнакомого слова или сформулировать грамматическое правило.